Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Сегодня в выпуске. День спецназа. Ледниковый период перезагрузка. Самарские геологи нашли уникальные фрагменты доисторических животных. Предупрежден вооружен. В больнице Середавина провели бесплатную экспресс-диагностику инсульта всем желающим. 120 ДТП произошло в Самарской области за один снежный день. Это в полтора раза больше обычного. Пострадали 28 человек, погибли четверо. Первое дыхание зимы, как всегда, оказалось неожиданным для автолюбителей, которые выехали на дорогу на летней резине. Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды еще на прошлой неделе. Однако не все поспешили переобуть машину. Когда все-таки нужно менять колеса, чтобы не отмечать день жестянщика, расскажет Олеся Корецкая. Как говорится, пока снег не выпадет, мужик не переобуется. С первым снегом многие автолюбители отправились в сервис менять резину. И не зря. До конца недели синоптики прогнозируют еще снегопады, перепады температур от нуля до минуса и, как следствие, гололедицу на дорогах. Поменять колеса в сервисе – дело 10 минут. Если попадешь на шустрого монтажника, уложишься за 7. Но времени все равно нужно много, рассказывает ответственный водитель и наш корреспондент Марианна Мирная. Как только выпадает первый снег, первые заморозки, как-то прохладно становится и покрывается легким льдом дорога, я все-таки предпочитаю переобуться, хотя это и отнимает время, нужно постоять в очереди. Зато потом, скорее всего, не придется стоять при ДТП в ожидании дорожных инспекторов. Чем холоднее на улице, тем горячее работа в сервисах. Каждый день Иван Исаков переобывает десятки машин. Начинается где-то в середине октября, они тянутся где-то в начало января, они заканчивают уже переобываться. Резина хоть и зимняя, но ставить ее на машину лучше осенью, советует ГИБДД. Чем ближе к зиме, тем хуже видимость и сцепление с дорогой. С ноября вырастает число аварий, в том числе с участием пешеходов. Только за один день в регионе произошло 120 ДТП. Под удар попали именно непереобутые машины. Закон запрещает ездить на летних шинах в зимние месяцы. Сюда же относится шипованная, но облысевшая резина. Наказание от штрафа до запрета пользоваться машиной, пока не переобуешься. Тормозной путь в разы увеличивается при передвижении в такую погоду. Зимняя резина, она предназначена для этого периода, именно для выпадения снежных осадков, именно гололедицы и позволяет транспортному средству остановиться вовремя. Жесткого требования, когда переобуваться, нет. Зависит от погоды здесь и сейчас, и от региона. В северных частях начинают менять шины раньше, чем на юге. Специалисты советуют внимательно следить за прогнозом погоды и прислушиваться к советам госавтоинспекции. Олеся Корецкая, Марианна Мирная, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Готовьте реагенты. В четверг ожидается сильный снегопад. На совещании в Департаменте городского хозяйства руководителей управляющих компаний предупредили, что придут с проверкой. В наличии должны быть бионорты, соляно-песчаная смесь. Технику для уборки снега уже проверили. Ее количество должно хватать для штатного режима работы. На случай природных катаклизмов управляющие компании заключили договоры на дополнительные машины. Марианна Мирная продолжит. Каждый год снег выпадает раньше, чем в предыдущем, шутят сотрудники коммунальной сферы. В этом году аж в середине октября. Но никого не застал врасплох. Еще в сентябре провели смотры спецтехники для уборки снега. Машин для города достаточно. Бригады кровельщиков в боевой готовности. В каждом районе свои особенности, которые учитывают при подготовке к зиме. Если в Самарском районе жилищная организация, да и муниципальное предприятие, жилсервис в частности, которое работает на территории района, предпочтительное использование малогабаритной техники, бобкатов, ручная техника применяется в большей степени, то для уборки, скажем так, районов, которые у нас больше по площади, где большое количество территорий, которые находятся в зоне ответственности районных администраций, там, конечно, подходы уже иные. Первый снег, а значит первый лед, и пора задуматься о реагентах. В Самаре Бионордом обрабатывают крупные дороги. Улицы второй категории посыпают песком и солью. Чтобы жители не падали на скользких тротуарах, управляющие компании должны вовремя обрабатывать дорожки. В первую очередь, точка отсчета – это потребность. То есть, если пошел снег, значит, есть наледь, значит, данные мероприятия должны выполняться. То есть, управляющая компания должна заготовить, в первую очередь, агенты. Значит, это допускается соляно-песчаная смесь, это допускается Бионорд. В ближайшее время сотрудники Департамента городского хозяйства устроят управляющим компаниям ревизию. Нужно проверить не только наличие у них реагентов, но и их качество. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Почти 580 миллионов рублей дополнительно нужно, чтобы решить проблему обманутых дольщиков в отдельно взятом случае. Высотка на Вилоновской строится уже 14 лет. И только когда за дело взялся глава региона Дмитрий Азаров, владельцы квартир вздохнули с облегчением. Застройщик обещает ввести дом в эксплуатацию в конце 2019 года. С какими препятствиями столкнулись дольщики, расскажет Сергей Кизоркин. Татьяна Сычева купила квартиру на Вилоновской 9 лет назад, но до сих пор в ней не живет. В 2008-м стройку остановили из-за многочисленных нарушений. Застройщика объявили банкротом. Новая компания за последние три года провела серьезную работу, оформила землю в субаренду, сделала новый проект дома и ждет экспертизы. Все это стало возможно благодаря консолидации усилий Минстроя, городской и областной властей. Подключился в РИО исполняющий обязанности губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Он оказал нам большую... Мы написали ему письмо, в котором озвучили все наши проблемы с приложением всего пакета документов. Он отнесся к этому с большим пониманием и пригласил нас к себе на встречу. Помог нам в решении вопроса по подписанию постановления по плотности застройки, которое застопорило дальнейшее строительство нашего дома. И мы очень верим в него и очень надеемся, что этот объект будет достроен в самое кратчайшее время. Стройка могла стартовать уже в этом году, но вышли новые правила застройки. Дом, который проектировали 14 лет назад, уже не попадал под эти параметры. Одна квартира, одно парковочное место. Стоянка в 20-ти этажке вообще не была предусмотрена. И только благодаря вмешательству областных и городских властей проблем удалось решить. В короткие сроки. Такую задачу в целом по стране поставил президент Владимир Путин. Мы проведем совещание, мы пригласим всех группы дольщиков, которые уже сорганизовались за последние годы, сбились в таких профессиональные команды. И будем искать решение вместе, мы сделаем это обязательно. Это важнейшая проблема. Я знаю, что люди ждут этих решений. Я обещаю вам, что мы в ноябре месяце, я говорю, реальные сроки, соберемся, вместе с вами обсудим ситуацию. И я уверен, найдем решение в самых сложных проблемных стройках. На Вилоновской осталось решить еще одну немаловажную задачу – найти деньги для завершения строительства. Чтобы сдать дом в эксплуатацию, нужно почти 580 миллионов рублей. Не все дольщики готовы к новым инвестициям. У нас инвесторов, как инвесторов, таких средств нет. И поэтому придется дособирать с квадратного метра определенные суммы, которые будут озвучены позже дольщикам. Но там тоже неоднозначное видение этой ситуации. Как только деньги будут найдены, строители приступят к работе. По плану, дольщики справят новоселье ближе к новому 2020 году. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Новый детский сад начал работу в Волжском микрорайоне Самары. Его открытия с нетерпением ждали сотни семей. Трехэтажные здания рассчитаны на 350 детей. Комфортно ли будет в детском саду, оценили родители. Слово Ларисе Шалафаст. В группах нового детского сада есть все условия для комфортного пребывания малышей. Здесь есть спальня, просторная игровая комната, причем полы везде с подогревом, а также индивидуальная кухня в каждой группе. В семье Злобиных двое сыновей. Мальчики очень активные и родители больше всего радуют, что в новом детском саду есть все условия для занятий спортом. Мы очень рады, что сад новый. Все новое оборудование, игрушки, воспитатели молодые, хорошие. То есть сейчас дети все довольны. Думаю, адаптация также пройдет легко. Трехэтажное здание оснащено по последнему слову техникой. Детский сад рассчитан на 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет. А это значит, что очередь в дошкольные учреждения сократилась. Глава региона, который приехал на открытие нового детского сада, поинтересовался мнением детей и их родителей. Главное, чтобы вам же надо. И, чтобы родители. Хорошо все устраивает. Задетных беспокоиться не будете? Нет, нет. Дмитрий Азаров курировал строительство этого детского сада, начиная с этапа подготовки документов, еще работая в статусе сенатора. По его инициативе это учреждение было включено в федеральную программу. Для решения этого вопроса Дмитрий Азаров обращался к руководству правительства России. Новые детские сады появляются по всей России благодаря той задаче, которую поставил президент страны, Владимир Владимирович. Вы знаете, что была поставлена задача президенту, что всех деток сначала с 3 до 7 лет в возрасте, но здесь у нас и ясельная группа есть, обеспечить местами в детских садах, чтобы дети с самого маленького возраста получали и образование, и воспитание, не только в семье. Особое внимание при строительстве детского сада уделили и территории вокруг него. Здесь появилась большая игровая площадка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Боевые задачи, которые порой кажутся невыполнимыми. 67 лет сегодня исполняется российскому спецназу. В честь праздника на территории Тольяттинской воинской части прошли показательные выступления. Почему снайпер – профессия творческая и как тигр помогает в бою, теперь знает Алина Чемерес. Военные идут в атаку, условные боевики держат оборону. В день спецназа в Тольяттинской бригаде показательное выступление для всех желающих. Приемы рукопашного боя, тактические навыки, умение работать с оружием. Движения слаженные и четкие. Физподготовка бойцов всегда должна быть блестящей. Сегодня все по-военному эффектно, с дымом, стрельбой и флагами. Даже в мирное время спецназ работает красиво. Сегодня российскому спецназу исполняется 67 лет. Задачи войск специального назначения всегда особо сложные, а порой, на первый взгляд, невыполнимые. Диверсионная работа в тылу врага, разведка и контрразведка, освобождение заложников и уничтожение незаконных бандформирований. В день рождения спецназа лучшие бойцы получают награды из рук командиров. Сегодня большая часть из тех, кто служит в Тольяттинской бригаде, воины-контрактники. В день профессионального праздника они показывают то, с чем приходится работать. Гостей ждут на выставке вооружения. Особый интерес к бронемашинам. Вот это предназначено для того, чтобы закрепить оружие. То есть сюда вот прикладный ставится. И таким образом она закрепляется для транспортировки. Данные бойницы предназначены для того, чтобы идти на наблюдение. Они открываются. Эта машина полностью бронирована, еще раз повторю, поэтому на ней абсолютно безопасно себя чувствуешь. Сейчас бойцы спецназа закончили летний период обучения, сдали итоговую аттестацию. Боевые навыки на учениях оттачивают постоянно. Это «Тигр» – машина спецподразделений. С ней военные идут на штурм, прикрывают бойцов, сопровождают колонны. Сюда, на башню, можно установить оружие. В данном случае это пулемет. И вся эта конструкция может вращаться. Очень много стрелкового интересного оружия, включая стреляющие ножи, другие предметы, которые на первый взгляд не кажутся оружием, может быть, огнестрельным. То есть интересная подготовка, насыщенная. Каждый день у нас интенсивные занятия. За один год службы военнослужащий по призыву успевает овладеть техникой, получить навыки, и многие из них заключают контракт. Служить по контракту остался и Петр. С виду внимательный и осторожный снайпер шутит, похож на Лешева. Но такая форма, говорит дань профессии. Порой приходится часами сидеть в ожидании, и важно оставаться незамеченным. Свою работу называет творческой, ведь перед каждым выходом снайпер сам создает свой камуфляж. То есть примерно как писать картину. Мы подбираем краски сами, исходя из рельефа окружающей местности. В данном случае я бы использовал серые тона и белые тона, если мне необходимо работать в это время, в этой погоде. Ну, немножко, соответственно, коричневого, желтого. В день спецназа военнослужащие также вспомнили боевой путь своей воинской части. В этом году ей исполняется 73 года. В честь этого события здесь открывают памятный барельеф. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Качество самарских дорог оценит делегация FIFA. Завтра она приездит в Самару в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Сегодня этот вопрос стал центральным на заседании Самарской губернской думы. Подготовка к играм идет под особым контролем. Данные обновляются ежедневно. Последние цифры в репортаже Олега Зверева. Строительство Самара-арены под особым контролем. Работы идут с тахановскими темпами. Процесс не останавливается ни на минуту. Готовность стадиона более 70%. Продолжается обустройство инженерных сетей. Налажено электроснабжение по постоянной схеме. Сегодня вопрос подготовки к чемпионату мира по футболу стал главным на пленарном заседании Самарской губернской думы. Сейчас полным ходом идет формирование кровли. На игровой площадке началось обустройство газона. Половина площадки, предназначенной для устройства футбольного поля, передана организации-подрядчику СИСРУС для подготовки газона. На этой половине выполнена уже дренажная система. Произведена отсыпкой выравнивания щебня. Уложены плиты под технику. На второй половине ведется отсыпка песчаногравийной смеси. Один из главных, пожалуй, вопросов, принципиально значимых и важных, который определит уровень подготовки нашего стадиона к чемпионату мира, это, конечно, состояние поля. Сейчас мы видим климатические условия достаточно сложные, уже начинаются. Есть сегодня технические решения, которые позволят в конечном итоге нам подготовить качественное поле, которое будет отвечать требованиям ФИФА. В том, что поле будет сделано качественно и в срок, никто не сомневается, как и весь стадион. Отставание некритично, до игры еще 233 дня. Что же касается состояния транспортной инфраструктуры, предстоит выдержать очередную проверку боем. 25 октября в Самару приедет делегация ФИФА. Цель визита – оценить готовность дорожной сети. Впрочем, большинство улиц уже сделаны более чем на 70%. А вот проблема, которая, похоже, останется еще надолго – экология городов. По данным Росприроднадзора, наиболее критичная ситуация в Самаре и Тольятти, где воздух загрязняют нефтяные и химические предприятия. Так, в вечерние часы в областном центре чувствуется запах нефти. Все дело в розе ветров. Во время штиля даже допустимые выбросы становятся опасными. Если нет ветра, это все гидромет. Они каждый день на связи с ним. Если погода стоит там неделю и вторую, то они должны плодить до приостановки этого производства. В итоге решено создать рабочую группу, которая займется разработкой предложений, как усовершенствовать природоохранные законы. Олег Зверев, Станислав Левин, События. 1 ноября завершают свою работу сельскохозяйственные ярмарки в Самаре. Но если жители захотят, работу торговых площадок продлят еще на две недели. Как поторговали самарские аграрии в этом сезоне, расскажет Олеся Корецкая в нашей экономической рубрике. Здравствуйте. Нефть удерживает взятую высоту. За баррель марки Брент дают 57 долларов 76 центов. Курс валют на 25 октября. Доллар 57 рублей 58 копеек. Евро 67 рублей 68 копеек. Золото стоит 2356 рублей. Серебро 31 рубль 40 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 70 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 45 копеек. Россияне из-за нестабильной экономической ситуации все больше избегают серых зарплат. Официальное трудоустройство предпочитает 40% работающих жителей страны. Это в два раза больше по сравнению с 2009 годом. Тем более, что после ужесточения законодательства выросло и число вакансий на рынке труда. Оно достигло максимума за последние 4 года. А на самарских ярмарках в этом году продали больше 500 тонн сельскохозяйственной продукции. Свои товары привезли аграрии со всей области и из соседних регионов. На этом все. И пусть дела идут в гору. Время собирать камни. Самарские геологи совершили уникальное открытие. В Шенталинском районе они раскопали целый карьер окаменелостей, в которых содержатся фрагменты костей рептилий, живших на земле 270 миллионов лет назад. Найдены как водные, так и сухопутные обитатели. Марианна Мирная прикоснулась к истории. Собирать камни для этих людей дело привычное, но необыденное. Каждая геологическая экспедиция приносит свои плоды. Последним оказалось 270 миллионов лет. У меня в руках на данный момент образец ребра рептилий пермского возраста. На первый взгляд это покажется какой-либо маленький фрагмент камня просто в массе породы. Но если посмотреть под бинокуляром, то можно увидеть непосредственно его особенности. Но можно видеть костную структуру этого образца. В Шенталинском районе геологам повезло найти не только захоронение морских рептилий, но и сухопутных. Исследования подтвердили возраст окаменелостей. Работали мы недалеко от села Аксакова, где нашли такую находку. Это чешуя к рыбе полеоникс. Встречается она тем, что у современных рыб чешуя имеет округлую форму, а эта имеет ромбическую. То есть это единственное такое большое отличие от современных рыб. Препарирование костных остатков – процесс долгий и кропотливый, требует применения специальных препаратов и методик, рассказывает старший преподаватель кафедры геологии Алена Морова. Но найти эти уникальные окаменелости – уже огромное везение. Тем более, что возле села Аксакова геологи изначально искали окаменевшую древесину и ни о каких костях даже не мечтали. Не ожидая не увидеть ничего подобного, занимались вот этой древесиной, пока не пошли в отдаленную часть карьера, которую колхозники начали засыпать мусором. Именно этот мусор, как это ни странно, нас и привлек. Потому что мы подумали, засыпят и больше мы ничего не увидим. И вот там кто-то из студентов нагнулся и увидел маленький фрагмент, ничего, что-то такого непонятного, похожего на кость. Найденные фрагменты рептилий существовали на стыке самой древней эры Палеозойской и Мезозойской. И ранее они не встречались в Самарской области, да и вообще окаменелости такого возраста находили только в районе Коми. По составу вот этих вот отложений мы можем сказать, что это были речные отложения, дельтовые речные, то есть где-то близко к тому месту, где впадала река древняя, вот эта Пермская, либо в море, либо в какую-то лагуну. Последние годы интерес к раскопкам возрос. В экспедиции начали ездить не только профессионалы, но и любители, которые зачастую по незнанию и неопытности могут повредить находки. Поэтому сотрудники кафедры геологии решили организовать будущим летом школу геологов, в которой научат желающих, как распознать ценный экземпляр и как его не повредить. Для кого-то просто камень, а для кого-то бесценная находка. Вот эту вещь нашли в карьере в Шанталинском районе. Называется это «Костью конечности крупной амфибии». Мариана Мирная, Константин Головин. События. Предупрежден, значит вооружен. Сегодня в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом любой желающий мог проверить, грозит ли ему это заболевание. Экспресс-диагностику проводили в больнице Середавина. Наш корреспондент Даниил Лучко на себе проверил, не довела ли его работы журналиста до инсульта. Сегодня в холле больницы имени Середавина непривычно длинные очереди. Все желающие могут бесплатно узнать, грозит им инсульт или нет. Среди них и Нинель Катанаева. На обследование признается, ее отправили дети. Как оказалось, не зря. У пациентов берут кровь из пальца на сахар, меряют давление, рост и вес. Весь процесс занимает не более 10 минут. Затем консультация врача. Вот и мы решили провериться на всякий случай. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Узнать свои факторы риска несложно. Для этого достаточно пройти диагностику в любой больнице. Инсульт, говорят медики, страшное заболевание. Он лечет за собой нарушение мышления, паралич и даже смерть. Всего этого можно избежать, если вовремя обратиться за помощью. Если у вас, не дай бог, вдруг, остро, внезапно появились нарушения речи, ослабли конечности, с одной стороны, изменилось зрение как-то, нужно срочно обратиться к врачу. Это ранние симптомы инсульта. По статистике, почти 8 тысяч самарцев ежегодно переносит инсульт. Половина умирает в тот же год. И потому, еще раз напоминают врачи, так важна профилактика. Проверить свое состояние здоровья можно в любой районной поликлинике. Даниил Лычко, Дмитрий Мишканцов. События. Интриги не случилось. Накануне некоторые СМИ сообщили о скандальном расторжении контракта между игроком Ювентуса и клубом Крылья Советов. Что произошло на самом деле, знает наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья Советов полюбовно расстались с игроком Ювентуса. Самарские дюдаисты лучшие в Поволжье. Медальный хит-рик на счету сборной по керлингу. Три медали прикатила сборная 63-го региона по керлингу с первенства Приволжского федерального округа. В Самаре за награды камнями шумели юноши и девушки до 19 лет еще из Татарстана и Башкортостана. Всего семь женских и пять мужских команд. Отбор финал проходил по кругу, когда все сыграли друг с другом плей-офф по олимпийской системе на вылет. В результате сборная Самарской области трижды поднималась на пьедестал почета. У юношей серебряные и бронзовые медали, девушки стали чемпионами ПФО. Еще больше наград у дзюдоистов. Десять медалей привезли сборники со всероссийских соревнований. В Оренбурге за награды боролись юноши и девушки до 18 лет. Регион представляли 27 спортсменов. На их счету три золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Скандала не получилось. Кристиан Паскуата опроверг информацию о претензиях к крыльям советов. Якобы итальянского футболиста обманули почти на 7 миллионов рублей. После годичного контракта с Самарским клубом форварду не выплатили обещанных денег. Нападающий Ювентус уверяет, что это неправда и с крыльями расстался полюбовно. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова